В эфире телеканала «Карибу» программа «Крупным планом» и я, ее ведущая, Олеся Хитагурова. И сегодня у нас в гостях руководитель танцевального центра онлайн Андрей Потапов. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, давно хотели мы пригласить вас в нашу студию. Как-то не получалось. И теперь действительно есть повод. В сентябре состоялся фестиваль. Давно его ждали вы. Расскажите, как это все было? Ну, фестиваль действительно давно ждали. С учетом того, что у меня предприятий вообще не было в ближайший год нормальных. И здесь получилось так, что был проект фестиваля, то есть хип-хоп культуры. И в рамках этого фестиваля проходило соревнование по брекингу. Инициатор этого всего был Максим Литвинов. Он, кстати, должен сейчас где-то рисовать граффити, может быть, рисует до сих пор. В городе появится какой-то арт-объект большой, то есть на здании. То есть в рамках гранта президентского был вот этот проект. И уже в рамках этого проекта мы сделали фестиваль дополнительный. То есть как одно из подразделений фестиваля в целом. Проходило все на маяке. Проходило, как вы сказали, в сентябре. Очень атмосферное место, можно сказать, мы освоили. В дальнейшем планируем там проводить какие-то еще мероприятия. Ну, формата тоже такого современного танцевального. Там предусмотрена сцена, амфитеатр. Вообще очень атмосферно все получилось. Многие танцоры, кто знает вот эти современные всякие фестивали, говорят, что почти как в Ялте. Да, в Ялте есть фестиваль Ялты Summer Jam. Нам повезло, что было солнце, тепло. Вот прям как в Магадане все заказали, как для нас. Все пришли, с детьми гуляли, ходили там рядом. Просто прохожие мимо проходили. И вот такой амфитеатр. Тут батл, битва, море, чайки. Людей было очень много. Нарушали социальную дистанцию, откровенно говоря. Но это было безумно интересно. Вот как сейчас вообще социальная дистанция у вас дела обстоят? Как вы решаете этот вопрос? Как вы проводите тренировки? Как все проходит? Безусловно, да. Нарушали, хотя неоднократно говорили всем, чтобы соблюдали дистанцию. Тренировки, безусловно, проводим с соблюдением требований минимальных, разметка. То есть, чтобы меньше было контактов, проветривание помещения, дезинфицируем ручки какие-то, где часто прикасаются какие-то объекты. То есть, минимальный набор требований, который предусмотрен, мы выполняем. Вот. И, соответственно, как бы, ну, мы не застрахованы от чего. Мы же не можем все застраховаться. Мы надеемся, что все это в ближайшее время закончится. И мы стараемся делать все максимально, чтобы не было каких-то, с нашей стороны, нарушений. И чтобы, надеюсь, у нас никогда не будет заражений в нашем студии. Но мероприятие проходило на улице. Вы проводите тренировки на улице? Мы проводили летом. Сейчас, конечно, уже погода не позволяет проводить тренировки. И вот лето было вообще шикарное в этом году. На свежем воздухе, там, на зеленой траве, там, делали какие-то упражнения. ОФП на турниках. То есть, вот, ну, это было круто. Свой опыт такой интересный на уличных тренировках. Для Магадана это вообще диковинка. Потому что, ну, как правило, там лето у нас дождливое, туманное. А в этом году, как будто, вот, прям, порадовала нас погода. Мы тренировки часто проводили на улице какие-то. И это прям большой опыт. И слава богу, что, как бы, летом мы занимались активностью. Ребята не просто там сидели где-то гуляли, а танцевали, развивались. И, кстати, вот много кто занимался летом у нас на улице, заняли призовые места. То есть, победили на вот этом фестивале. И доказали, что какая-то тренировка, упорный труд приводит к каким-то результатам и целям. Это вот очень круто было. А сколько у вас, ребят, занимается? Сейчас потихоньку все в отпусках. Кто-то на самоизоляции. То есть, как вы уже сказали по поводу требований. Мы предупреждаем, что с приездом там человек должен отсидеть на самоизоляции. Либо подтвердить отсутствие, да. Поэтому сейчас пока группы не полные, там, не формируются. Какие-то группы какие-то в отпусках, какие-то на самоизоляции. Ну, в среднем, наверное, может быть, где-то около 10 танцоров. Вот так вот где-то у нас в сумме. Но занятия проходят просто в разное время. Где-то утром есть перерывы между занятиями. И, соответственно, мы рассидули максимально расписание, чтобы максимально развести там ребят в разные залы, в разное время, в разных там раздевалках. Чтобы минимально были контакты, как вы сказали. И ребята сильно не пересекались. Поэтому пока вот так вот. Немного вернемся в прошлое, когда прекратились тренировки и заниматься было нельзя. Были пару месяцев такие. Как ребята вообще себя чувствовали? Были ли просьбы, пожалуйста, давайте, хоть, не знаю, дома онлайн тренировки проводить? Ну, вот как раз-таки кто просил, кто просил проводить тренировки, мы проводили, но не сильно злоботоприяли. Потому что был период, когда началась вот эта вся ситуация и дистанционка началась. Многие в компьютерах, там у многих голова уже болела от компьютеров. Родители там начинали мучиться, злились. Мы не стали на самом деле проводить, потому что первое, так много было этой компьютеризации всей. Она плюсом, конечно, является, но для детей не всегда. Потом мы по минимуму сделали там группы некоторые, но сильно вот как бы всех не там не загоняли туда, потому что и так хватало учебы и так далее. Второе, ну, это не то, нет атмосферы, контакты с преподавателем, нет визуально какой-то составляющей. То есть, если он там сидит отдаленно где-то, то, ну, как-то это не то, все равно, как ни крути. Это не наш формат, у нас ценится в нашей студии эта атмосфера, да, контакт, что преподаватель к каждому ребенку относится как к своему, подходит, помогает, там, все. А здесь отдаленно человек находится, там, на него не направишь, никак-то не подойдешь, не подкорректируешь. Ну, не совсем тот формат, и мы сильно им не злоупотребляли. Ну, и, наверное, это не всегда безопасно, мало ли ты дома там что-то зацепишь. Да, брэк-данс тоже, конечно, по зуму не сильно проведешь, как говорится, техника безопасности. Прежде всего, какие-то элементы там защиты все равно должны присутствовать. Ну, и да, если ты улетел куда-нибудь случайно, ну, это тоже не есть хорошо. Поэтому мы особо, ну, брэк-данс мы точно не давали по зуму, это как бы, я считаю, что, ну, травмоопасно, действительно. Сейчас, благо, все хорошо, тренировки вошли в обычный режим, какие планы дальше? Запланирован фестиваль в следующем году весной, пока запланирован, в случае, если все-таки будет ситуация улучшаться, будет фестиваль в апреле где-то. Плюс запланирован отчетный концерт, нам 10 лет будет в апреле, то есть в апреле у нас будет такой, мы решили подальше там все это двинуть. Вот, и в апреле у нас прям плотно и отчетный, и фестиваль, и вообще у нас, в принципе, ну, много планов, просто все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если она будет развиваться не очень в хорошем формате, то мы, возможно, проведем какие-то стрим-эфиры, стрим-концерты, может быть, стрим, он открытые уроки, чтобы, ну, не собирать людей, а могли все посмотреть. Ну, а мы, соответственно, организуем так, чтобы это было, ну, не массово, там разные группы в разное время все приходили. Возможно, будет такой формат, мы, ну, эта вот идея пришла тоже недавно, мы рассматриваем просто разные варианты, мало ли что будет, да. Если будет, соответственно, все нормально нормализуется, то будет хороший концерт большой в зале, и пригласим родителей и друзей всех, покажем номера там, все в костюмах, сценарий, все сделаем красиво, отметим наш юбилей, как говорится. А что касаемо батлов, здесь у нас вообще отдельная работа, новый уровень работы в этом году у нас предстоит. Первая – это у нас открытая федерация по брэгдансу местная, брэгданс включен в олимпийский вид спорта, это, соответственно, чемпионаты, другие, другой уровень вообще подготовки спортивной, то есть с уклоном спортивной, да, много физики будет, много нагрузки на тело подготовки, да, потому что брэгданс изначально он спортивный танец, и как ни крути, он и танец, и элементы, которые требуют более зрелищных там эффектов, они требуют и подготовки, соответственно, не просто там дома сидеть, а где-то отжиматься, где-то на руках стоять. Поэтому сейчас интенсивные подготовки идут танцоров, вот, и планируем ездить прям очень-очень много, очень часто на соревнования, будем надеяться, что будет финансирование, и, я думаю, это большой шаг для вообще развития танцевального вида вот этого брэкинга, да, направления, так и для нас в целом. Давайте поговорим поэтапно о финансировании и о развитии. Вот начнем с развития. Что сулит занятия здесь, в танцевальном центре онлайн, детям? Прежде всего, самое главное, что для детей важно, это чтобы у них были наставники. Наставниками являются, безусловно, родители, в школе наставники есть свои, надеюсь, это учителя, и должны быть наставники в кружках, в секциях, то есть должен быть тендем, чтобы ребенок полностью развивался, и у нас как раз-таки хорошие наставники, лидеры, руководители и те, кто дает детям энергию не только танцевальную, но и для личностного роста, для раскрытия своего творческого потенциала, как человека, то есть мы видим там какие-то социальные дефекты в развитии ребенка, да, то есть там связаны с социализацией, там, с какими-то, ну, такими негативными влияниями вот этой всей сферы нашей. Мы стараемся корректировать эти поведения, потому что родители не всегда видят, не всегда смотрят, там, некоторые в Инстаграм не сидят, некоторые еще, а мы это видим, что происходит какая-то смена направления, и помогаем, рассказываем, рассказываем, то есть у нас всестороннее развитие идет, это большой плюс, а у нас своя атмосфера на занятиях, то есть уникальная, и ребята приходят, многие приходят закрытые, мы можем раскрыть ребенка, то есть не надо ставить, там, точку на детях, говорить, что, да, этот у нас все не развит, а этот у нас двоечник, а если вы так говорите, он так и будет развиваться, а если говорить, что, да, нет, он отличник, просто сейчас еще пока не смог, надо помогать, и он станет отличником, он и будет отличником, то есть если говорить ребенку, что он хороший, он и будет хорошим, если постоянно там ругать его, и так далее, в этом плане у нас сильная команда, И мы в направлении не только танцеванием двигаемся, но и учим ребят элементарно нормам общения между собой, поведение и так далее. И это большой плюс. Это, наверное, самый главный плюс у нас. А когда вы видите, что ребенок действительно добивается высот, что он развивается, и он может показать свои знания и умения, которые вы ему дали на федеральном уровне, отправляете ли вы их на конкурсы какие-то, на выступления, соревнования и были ли победы? Мы ездили на соревнования. Раньше не было такого шага в брекинге. Мы ездили в Москву, в основном старшими составами, потому что это легче с точки зрения поездок. Но мы везли еще и подростков в 2015 году в Владивосток, ездили на фестиваль Only Top. Я вез состав, соответственно, там были дети несовершеннолетние. И мы там, получается, взяли номинацию открытия фестиваля. Почему такую номинацию взяли? Потому что для всех мы были открытием. Мы приехали с Магадана, там все в шоке были, с танца нашего. Просто мы приехали не совсем в формат был, мы не знали, какой формат. У них формат был хореографии по хип-хопу больше, а мы приехали с брекинг номером. Он не совсем вписывался в общую концепцию, но всех он прокачал, удивил. То, что такие ребята молодые, танец такой стильный был. И нам дали номинацию, мастер-классы посетили. То есть была хорошая поездка, продуктивная, со всеми исходящими последствиями. И мы там очень хорошо прокачались. А так ездили в Москву, ездили, как я уже сказал, старшим составом. Там взяли, по-моему, первое место в каком-то году. Два раза мы ездили туда на какой-то фестиваль. Но там малые формы были, три человека у нас ездило. Ну, в связи с финансированием. Но в ближайшее время планируем ездить большими составами, большими сборными, с разных студий именно по брекингу. По хип-хопу тоже, возможно, будут поездки. Если получится сейчас какие-то финансы получать дополнительные, я слышал, что будет в творчество сейчас деньги добавляться для развития, для поездок, то по разным грантам, по программам мы планируем ездить постоянно. Будем надеяться. В Магадане, я думаю, вы сами понимаете, развитие здесь свое. Но если вы ездите туда, получаете оттуда информацию, это свои плюсы. Мы, как правило, сейчас пользуемся другой формой. Мы приводим сюда человека и здесь информацию транслируем. Это тоже выгодно, потому что не всегда можно уехать туда. Можно привезти человека. И вот, как мы привозили, там, Даяна станцев на ТНТ. Было много ребят. Там бальники приходили, народники все подряд. Потому что человек известный, на стиле видения, и он транслировал информацию. Они потом, ребята, приходили, преподаватели уже брали, своим ребятам рассказывали. Тоже такая форма у нас есть. Мы тоже будем привозить на мастер-классы дальше. А есть те, которые, наоборот, отсюда уезжают, не находя развития дальше своего здесь? Думаю, как бы уезжает большинство. Вы знаете, это проблема для Легиона. Уезжают студенты, молодые, кто там только поступать планировал. Школьники после 11 класса. Мы очень много талантов теряем. Постоянно там прощаемся со всеми. Безусловно, уезжают, как говорится, за хорошей жизнью. Мое мнение такое, что можно и здесь развиться. Если есть у тебя компетенции, какое-то развитие в целом во время учебы. Можно и там развиться. Кому как удобно, кому как комфортно. Самое главное найти себя на том месте, где ты находишься. Если ты уехал в большой город, ты должен понимать, что просто так возможности для тебя не посыпятся. Может быть, будут какие-то возможности, но ты должен за них хвататься, развиваться, двигаться. Также в Магадане. Я также бывал, у меня были вздеты падения. Я в 10 классе вообще заигрывался в Counter-Strike и все время проводил там. И тоже были свои переломные моменты. Потом меня наставники направляли в институт. И все это привело к тому, что я студию смог открыть и так далее. То есть разные периоды своей жизненного пути ты сталкиваешься с людьми. И вот если ты правильно двигаешься, слушаешь и сам двигаешься правильно плене, то и там в Москве можно развиться и в Магадане. Главное просто в себя верить и двигаться в каком-то направлении. А сейчас как обстоят дела с финансированием? Поддержки, конечно, бывали. Мы писали гранты на перевозы преподавателей в течение... Вот нам уже скоро будет... Ну, 10 лет нам будет, получается, с 11 года. И в течение этого периода я постоянно участвовал в грантах. Сам ездил регулярно от молодежного, получается, по молодежным программам. Их очень много. И я удивляюсь, когда студенты там жалуются на то, что здесь в Магадане ничего нет. Пожалуйста, есть АИС-площадка, регистрируйтесь, представляйте проекты свои, реализуйте проекты, ездите. Я на форумы ездил, там, фестиваль в Сочи студенческий. То есть постоянно ездил. И была ситуация абсурдная, что мне уже 30 лет исполнялось 3 года назад почти. И я, по сути, уже не молодой считаюсь, потому что есть критерии до 30. И мне говорят, там, Андрей, поедешь туда? Я говорю, а что, у вас нет молодых? Ну, вот нету, некому ехать. Говорю, ну, поехали, мне какая разница. И езжу постоянно, ездил. Сейчас, как бы, есть другие программы. Там я могу ездить как эксперт, наверное. Возможно, тоже куда-то на форумы поеду. И я планирую ездить. Почему нет? Есть финансы, есть разные форумы, есть танцевальные разные площадки, есть театральные, видеоплощадки. Просто не все ищут эти возможности, не все знают. Хотя всем рассказывается регулярно на молодежных форумах, площадках. Там, ребята, ребята, давайте, давайте. Просто все заняли позицию, что ничего нет, в Магадане все плохо. И мы тут сидим, нам денег не дают, никуда нельзя. Это не так. Все есть, надо брать возможности, действовать, финансироваться постоянно. И нас, вот мы финансировали. Ну, конечно, ты пришел, там, вот, плачешь деньги дать. Нет, вот ты пришел, сказал, есть проект вот такой у меня, я хочу то-то. Там, вот, я привезу, будут такие-то результаты. А вот с таким проектом я хочу выехать, хочу там получить грант. Я говорю, молодец, все, езжай, вот, билетики платим тебе. То есть надо развиваться, действовать, и тогда, и поддерживать, и здесь, на местах любого молодого, и школьника, и многих поддерживать, кстати. В этом году, вот, даже на карантине выезжали на территорию Смыслов, там, куда-то, по-моему, может, слышали. Ну, ездить в любом случае, я за всем не слежу, много ездил ребят, ну, и участвовало везде, где только можно. А с какого возраста детей вы принимаете на занятия? Последние три года у нас массу хлынул поток детей в садик. 5-6 лет, 7, первый класс, второй. Ну, связано, наверное, опять же, с развитием музыкальных всяких хитов, трендов, клипов, тиктоков, инстаграм. Дети это видят, слышат, танцуют, и родители видят, что они танцуют, хотят их туда отдавать современный танц. Думаю, это связано с этим. Раньше все равно было больше постарше, вот с 2010 года вообще было, сначала у нас набор 12 лет только. Юни-дэнс, там, когда приезжали преподаватели, вообще не было молодежи. Потом потихоньку все ниже, ниже. Где-то в 2016 году, или, по-моему, я набрал первую группу семилеток своих брэк-дансов, им сейчас уже 10-11, они там тоже уже выступают, какие-то призовые места даже занимают, кто дошел, соответственно, до этих результатов. И, соответственно, вот с каждым годом ниже, ниже, и сейчас вот дошли уже 5-6. То есть ниже пока не берем, потому что надо отдельно группы, отдельные условия. А 5-6 ребята приходят, действительно, есть много энергии, занимаемся подготовкой, физики, тело, мостики, растяжки. То есть, ну, человек молодой должен подготовиться к элементам. Музыкальность, какие-то небольшие комбинации учим. Ну, и вот такой возраст у нас минимальный приходит. А всех вы начинаете тренировать, или вы сразу видите, что ребенок, нет, это не его? Популярный вопрос, постоянно задают его. Но ведь это действительно, так не определишь ребенку 5-6 лет, и как ты решишь, брать его или нет? Сейчас действительно видишь, кого лучше получается, кого хуже. И ты сразу будешь родителем, там, у вас там здесь хорошо, здесь поведение, здесь там растяжка плохая. Это видишь. Но я сторонник того, что любой человек, любой ребенок, куда бы он ни попал, в какую-либо секцию, он в любой секции может добиться результатов. Просто кому-то это дается легко, кому-то сложно. Тем, кому дается легко, они, как правило, бывает, часто перегорают. Им все легко дается, они достигли быстрых результатов, у них все получается, и, как правило, не все доходят до результатов. Если только хороший наставник есть, то он доведет этого человека до результатов. А если у кого плохо получается, и своим трудом они двигаются и доказывают, что они тоже готовы и тоже могут достичь результатов, они, как правило, тоже, ну, вот более высокие даже результаты достигают, потому что они трудятся над результатом. И с детства то же самое у детей. Если родители поддерживают направление, в контакте с нами находятся, с преподавателями, с другими всеми, как я сказал уже, то мы в совокупности, с эффектом синергии, то есть совместной деятельности, сможем вести ребенка в правильное направление. И независимо, может не растянутый ребенок пойти, но мы же можем растянуть, не музыкальный, но мы можем научиться слышать, мы же все научились ходить, правильно? Поэтому здесь то же самое, и в любой секции, бокс, плавание, то же самое, все это так работает. Если один научился, то и другой научится, любой человек. У кого есть, конечно, все возможности физиологии, потому что есть, понимаете, другие категории людей, которые в силу физиологии не могут сделать это, и то делают. Очень много примеров, танцующий брэк-данс, ребят, кто инвалиды, они танцуют не хуже нормальных людей и доказывают, что это можно. Поэтому и ребенок, и все желающие могут добиться результатов в любом направлении, это мое мнение. А когда вы вложили силы, ребенок научился, добился определенных результатов и перегорел, вам обидно? Вы его отпускаете сразу или пытаетесь переубедить? Перегорание бывает у всех, вы знаете. В работе, мне кажется, сейчас каждый родитель или там на работе, кто не придет, думает, так когда же эта работа закончится? Эти этапы, нужно уметь работать с ними, и, конечно, если родители, и если есть возможность поработать с этим этапом, то мы работаем. Потому что перегорание по разной причине происходит, чаще всего у детей происходит перегорание, потому что они видят, что труд это тяжело, а Инстаграм и игры в Фортнайн и в гаджеты это легко, им комфортнее поиграть, нежели трудиться. Мы постараемся родителям говорить, что не поддавайтесь этим провокациям, иначе дальше он и будет сидеть и ничего не делать. Надо заставлять его мотивировать, показывать, что это круто, результаты на примерах, и тогда будет направление все равно соблюдаться. А если совсем перегорел, ну тогда то же самое, меняем направление другое. Не надо, чтобы он там все, не понравилось танце, хорошо, потом, может быть, опять захочет. Идите в другое направление попробуйте. Я осваивал очень много направлений, я говорю, ходил на много кружков, и глиняная игрушка, и рисование, и бассейн, акробатика, там, народный танец у меня, кучу кружков посещал. Везде там курсы информатики проходил, то есть везде максимально развивался и выбрал для себя отдельное направление, основное, танцы, и в нем и дальше продвигался. Остальное было комплексом, которое помогало и в танцах, и в целом в учебе, и в творческом развитии. То есть я считаю, что надо также ребенка максимально везде задействовать, а там он уже определится. А вас родители направляли или вы сами? Вы вообще как в танцы пришли? В танцы меня отправил мой классный руководитель, отправил нас в Кадынские зодочки, там мы 10 лет пританцевали, и потом уже у нас открылась своя команда. Когда развивался брейкинг в Магадане, первый этап, вот недавно кассету нашел, вообще так рад был, там 2000 год, по-моему, 2001. Мы там, нам еще 12 лет, а кассета все такое, там, вот, как знаете, это какая-то реликвия. Сейчас-то этого все много, вон, хранится на ютубе везде у всех, телефоны, а раньше вообще этого не было. Я нашел кассету, смотрю, чуть слеза не покатилась, там наша команда, мы молодые, там делаем какое-то шоу, трюки делаем. Я такое смотрю, как круто было. И вот, соответственно, раньше мы танцевали вот этот брейкинг больше для себя, для сверстников, показать, какие мы крутые на дискотеках. А народный танец нам давал тоже закалку, Лидия Павловна нас научила, вот, Крымские звездочки, вы знаете, коллектив, нас, как говорится, научила многим хорошим, соответственно, многому хорошему, плюс сценической культуре, там, мы ездили тоже в Москву, выступали. И народный танец, он тоже, в чем плюс его? Он, многие элементы интегрируются туда, брейкинг, ну и наоборот. Вот все эти смешения стилей происходили раньше, потому что люди не имели ютуба, они видели, там, приехали народные коллективы, они там делают вертушку, бочку. А там, допустим, с другой стороны парни, вот, давай там тоже внедрим себе. И вот они внедряли элементы, и как бы развивались новые направления, такие как брейкинг. Там же куча разных, и аккопуэра есть, и под ветви, очень много, и акробатика. И, соответственно, вот мы тоже любили это, и танцевали везде, и развивались. И, ну, изначально это был народный танц, безусловно, это первый этап. Стояли там с партнерами, с партнершами, точнее, и танцевали там парни разные, в звездопаде. Ну и все равно ближе был брейк-данс все-таки тогда, потому что тогда это уже как бы был такой тренд новый. Вот. Но родители радовались и так, и так. И на сцене матросский танец, и там на дискотеке затанцевать свои номера. Ну, то есть два направления параллельно шли у нас. А сейчас у вас есть ребята, которые занимаются не только у вас, но и другими какими-то направлениями танцев? Ну, в основном нет. Раньше были очень сильные у нас бальники приходили. Там Вячеслав Борисов, один из лидеров, он забирал все награды по хип-хопу, по фристайлу, потому что у него бальная там манера оставалась своя, которую он, да, и он внедрял, он очень музыкальный был. Очень много приходит направлений других танцев, бальников до сих пор. Но, может, некоторые их совмещают, но очень мало их совмещают. Чаще всего пытаются искать себя уже в одном направлении. Хотя, ну, вы сами знаете, что даже танцы на ДНТ, они сторонники того, что там, ну, если артист должен быть на сцене, то он универсальный должен быть, если ты хочешь быть артистом. Если ты хочешь быть чемпионом по брэк-дансу, то, конечно, это брэк-данс. Если по хип-хопу в фристайле, то это хип-хоп. То есть ты должен понимать, что тебе ближе по душе и больше сил туда вкладывать. Нравится музыка по хип-хопу, пожалуйста, слушайте ее, развивайтесь в этом направлении. Нравится универсальность, разные мира, разные творческие задумки, как вот у ребят танцев, да, они делают разную стилистику, то тогда надо осваивать разные стили. Пойти на брэк-данс ходить, пойти на хип-хоп, пойти в контемп там и себя развить как танцовщика, да, то есть чтобы тело было готово к разным испытаниям. Ну, здесь каждый сам выбирает. Я конкретно у нас в группах стараюсь сейчас пока больше, ну, фокусироваться на одном направлении, потому что мы не освоим все, детям надо хотя бы что-то одно пока освоить. А дальше они подрастут, смогут ознакомиться с другими стилями, у нас как бы разные направления. Но тем не менее вы пристально следите за тем, что происходит в мире танцев. Вносите какие-то элементы в тренировки? Да, у нас полно работы и своих наработок на самом деле. Какие-то элементы вносятся, ну, не так часто сейчас. То есть именно самобытно? Да, у нас очень много информации, которую сейчас достаточно давать ребятам, молодым. И той информации, которой мы подпитываемся, она больше для нас, для дальнейших каких-то проектов, для задумок, может быть, по концерту, по номерам и еще. А так, ну, в той методике, технике и всего хватает. Мы очень много привозили преподавателей, более 40 человек, наверное, уже разных, и стилей, и разных там подходов. И этой информации вообще хватает вполне, чтобы сейчас давать и самому развиваться. Ну, этого вполне хватает, да. Причем у вас своих преподавателей несколько, а каждый из них как-то по-особенному со своим взглядом подходит к детям? Или вы стараетесь на одной волне быть? Мы в любом случае на одной волне, на той самой новой, которая прошла. Вот. У нас, да, девочки многие с юных возрастов, 12 лет приходили, танцевали. И сейчас являются преподавателями, ну, там, некоторые являются даже, там, ведущими преподавателями по направлениям, там, фристайл в городе. Они закончили колледж, вот у нас 4, по-моему, уже человека закончили колледж. То есть, это вот эти подростки, которые пришли, которые нашли себя в этом. И мы их уже направляли, я там старался говорить, давай туда-сюда. Они там сами свои инициативы пошли обучаться на хореографа-преподавателя и закончили, соответственно, сейчас работают по специальности поэты и двигаются в этом направлении. То есть, я думаю, такие дальше будут появляться ребята, вот, и мы какого-то, может, еще взрастим. Не только там у нас танцоры, есть разные, есть кто там занимается бизнес-проектами, мы помогаем. То есть, я, как бы, тоже имею опыт участия в разных проектах тоже. И все, кто приходят к нам, постаршие ребята, имеющиеся, не говорю о детях, детях там отдельная история, мы можем, как наставники, много чего рассказать. Я сам и графикой занимаюсь, и много чем музыкой там сводить могу. То есть, какие-то элементы элементарные я могу рассказать и направить. И у нас там даже школа диджеинга была, ну, не у нас, то есть, коллеги делали, я там говорил, давайте, нам нужны диджеи. У нас реально там не хватает диджеев, молодых, один сейчас обучается, он реально круто там пишет музыку, Данил, вот его зовут, Мороз фамилия, он занимается сам брэк-дансом, и сам сейчас увлекся этим диджеингом. Кто-то там битбоксом увлекается, то есть, вот этого не хватает, чтобы ребята, как бы, они могут увидеть, они там не подходят, не интересуются, мы можем какие-то направления дать им в дальнейшем. И в дальнейшем они могут даже там выступать на корпоративах, подрасти, зарабатывать, да, на этом деньги, потому что мало, какие-то представления, шоу, а идей очень много разных. Ну, вы видели там битбокс с элементами, когда там зацикливание идет через кнопки, и он там дает бит, музыка продолжает играть, он начинает петь, и это представление очень интересное. Ну, это направление тоже не сильно давно зародилось, но оно тоже до сих пор интересно. Магдане я не видел таких сильно представлений, а может быть, на Судвесне когда-то один раз кто-то представлял это направление, ну и все, оно как-то сейчас ушло. А оно очень крутое направление. Если бы кто-то занимался этим, допустим, мы бы тоже приглашали на своем мероприятии, потому что это реально интересно. Ну, будет здорово, если кто-то пошел. Да, и таких направлений очень много разных. И самое модное направление в этом сезоне – это катание на самокатах. Дети, по-моему, все скупили, все самокаты, руки-ноги все ломают в этом сезоне. Самое главное – каски одеваем, шлемы, потому что я вижу, они вот где-то пошел какой-то тренд новый, они вот на прыжковых, на всяких, на трюковых элементах, не знают технику безопасности, вот и допускают. Ничего, скоро построят скейт-парк, и все будет хорошо. Да, я слышал, слышал. Главное, чтобы технику безопасности соблюдали. Я уверена, что многие посмотрят нашу с вами программу и заинтересуются, придут к вам, начнут развиваться и что-то новое изучать. Напомню, у нас в гостях был руководитель танцевального центра онлайн Андрей Потапов. Это была программа «Крупным планом». Всего доброго!